Сегодня Бундесрат, это верхняя палата немецкого парламента, где заседают представители федеральных земель, заблокировали накануне одобренный Бундестагом закон о новом социальном пособии для безработных, бюргергельд, так называемые гражданских выплаты, которые должны были заменить собой выплаты по Хардсфир. Оппозиционные партии, в первую очередь христианские демократы и альтернативы для Германии, раскритиковали новый закон и назвали его противоречащим рыночной экономике и глубоко антиобщественным. Представители союза ХДС и ХСС в Бундесрате отказались от ратификации закона в нынешнем виде. Среди них и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Мы за то, чтобы увеличивать базисные ставки. Но должно быть ясно, кто работает, тот должен получать больше, чем тот, кто не работает. И должно быть также ясно, что возможными должны быть штрафные санкции для тех, кто может работать, но работать не хочет. Министр труда Германии Хубертус Хайль все же надеется на принятие закона. Хайль заявил, что правительство созовет так называемый посреднический комитет, в который войдут 32 представителя, по 16 из Бундестага и Бундесрата. Чтобы прийти к компромиссу. Если точки соприкосновения будут найдены, то Бундестаг и Бундесрат должны будут провести голосование повторно. Время сейчас сильно поджимает. Законодательный процесс должен быть завершен до конца ноября. Чтобы закон смог вступить в силу, как и планировалось с 1 января следующего года. И целью нового закона, помимо увеличения базовых выплат по безработице, является также получение безработными возможностей сосредоточиться на дальнейшем обучении и повышении квалификации, поиске работы и снижении давления на них со стороны центров занятости при этом. Похоже, Берлин, сейчас мы перейдем к Берлину, ожидают перевыборы в городскую палату депутатов. А значит, в Берлине может смениться состав Сената и даже бургомистр. По этому поводу в эту среду из Конституционного земельного суда Берлина ожидается решение. Судьи объявят, считают ли они, что выборы в Берлине следует провести частичные, то есть лишь в некоторых округах, или все же берлинцы должны будут полностью переголосовать. Суд резко раскритиковал прошедшие прошлой осенью выборы в городскую палату депутатов. Избирательные участки не справлялись с наплывом людей. Многие из них продолжали принимать бюллетени избирательной участки уже после официального окончания выборов, во время начала подсчетов голосов. И еще одна новость из Берлина. Одна из самых туристических площадей Берлина, это Жандарменмаркт, сейчас огорожена высоким забором. На площадь теперь нельзя попасть ни с одной стороны. И это не подготовка к традиционному рождественскому рынку, как можно было подумать, а просто площадь закрыта на длительную реконструкцию. Лучшего момента, конечно же, для двухгодичного ремонта перед Рождеством нельзя было и придумать. В этой связи рождественский рынок Жандарменмаркт переедет на Бебельплац, напротив «Хотель Д'Арома» и корпусов Гумбольского университета. Откроется старый рынок на новом месте на следующей неделе, 25 ноября. Вход платный, 1 евро для взрослых и бесплатно для детей младше 12 лет.